Пока украинская власть на международных площадках ведет переговоры и подбирает оптимальные сценарии для решения украино-российского конфликта на Донбассе, социологи узнали, какой из вариантов приемлем для людей, живущих на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, и как сегодня люди относятся к России. В 2019 году некоторые тренды появились новые в Донецкой области, и сейчас в связи с этим можно сказать, что да, отношение к Российской Федерации начало изменяться в одной части региона. Основные позиции в переговорной линии украинской власти – это сохранение суверенитета Украины, остановка боевых действий, вывод российских войск и полный возврат территорий под контроль Киева. Добиться этих целей Киев намерен дипломатическим путем. Согласны с таким мирным способом и 63% опрошенных в Донецкой и Луганской областях. Эти данные представлены в исследовании, проведенном в начале 2020 года Фондом демократические инициативы. Часть респондентов, независимо от уровня доверия к президенту Владимиру Зеленскому, видят в нем человека, способного привести страну к миру, и обеспокоены тем, что националистические организации и партии, не заинтересованные в реинтеграции оккупированных территорий, мешают украинскому президенту решать украино-российский конфликт. Фокус группы на подконтрольном Донбассе показывает, что население преимущественно верит в то, что президент Владимир Зеленский может иметь успех в попытках договориться о завершении конфликта. Но при этом, каким именно образом он это сможет сделать, население не понимает. От 14 до 20% людей в Донецкой области и от 34 до 40% в Луганской считают любые компромиссы украинской власти в переговорах приемлемыми ради прекращения конфликта. А по мнению 50% опрошенных жителей двух восточных регионов, компромисс необходим, но не любой ценой. В Луганской области гораздо более высокая готовность к тому, чтобы с Россией договариваться, к конкретным компромиссам, которые Российская Федерация в Минске предлагает, либо навязывает Украине. А в Донецкой области на сегодняшний день отношение к России стало более требовательным. Отношения к компромиссам тоже стали более жесткими. Готовность к миру любой ценой с Российской Федерацией, она в Донецкой области резко упала за последний год. Отмечается и негативное отношение к представителям незаконных вооруженных формирований. Против их возможной работы в правоохранительных или судебных органах в случае деоккупации Донецка и Луганска выступает 60% респондентов из Донецкой области и 30% из Луганской. Несмотря на негативное отношение к представителям группировок ЛДНР, 49% опрошенных в Донецкой и 71% в Луганской областях считают приемлемым вести с ними переговоры напрямую. Сегодня в украинском обществе это одна из наиболее спорных тем на переговорной площадке в Минске. Не готовы к примирению и компромиссу и считают, что конфликт скорее всего будет заморожен 33% респондентов в Донецкой области и 20% в Луганской. Как отмечают в исследовании, это люди из числа тех, кто поддерживал украинскую армию с самого начала конфликта и те, кто преследовался пророссийскими боевиками. Выборы на оккупированных территориях Украины, о вероятности которых уже не раз говорил украинский президент Зеленский, 68% респондентов из Донецкой области считают приемлемыми только на условиях украинской стороны. Также считает 35% опрошенных из Луганской области. Один из основных выводов исследования, что единого рецепта мира для всего населения Донбасса, то есть какой-то тенденции, каким образом выходить из этого конфликта, на сегодняшний день нет. Настроения отличаются между Донецкой и Луганской областью, они в принципе отличались всегда. По мнению Марии Золкиной, взгляды жителей под контролем территории Донеччины и Луганщины расходятся во многих вопросах из-за того, что в Донецкой области выше уровень жизни и ощущение социально-экономической стабильности. Ситуация такая, что в Донецкой области, например, сейчас население чаще называет Российскую Федерацию агрессором, определяет отношения между Украиной и Россией как состояние войны и при этом видит роль Российской Федерации в достаточно прямом политическом военном управлении самопровозглашенными республиками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова